МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на пятом канале. В студии Герман Токарев. Сегодня в программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Азове прошла церемония захоронения азовчанина, воина советской армии Евгения Григорьевича Кузьменко, погибшего во время Великой Отечественной войны. Останки старшего лейтенанта поисковики нашли под Новгородом. Торжественно открыли и забыли. Сквер летчикам зарастает амброзией. На стадионе имени Лакомова состоялось торжественное открытие муниципального этапа физкультурно-спортивного фестиваля всей семьей на спорт. 22 июня, в День памяти и скорби, в Азове состоялась торжественная церемония захоронения останков воина советской армии Евгения Григорьевича Кузьменко, погибшего в годы Великой Отечественной войны. На рассвете 22 июня 1941 года Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, самая кровопролитная в 20 веке. Ради освобождения Родины люди прошли через горе, страдания, смерть в тылу и на фронте, достигли вершин мужества и самопожертвования. Более 26 миллионов человек погибли в боях, умерли от ран, не вернулись из плена, преднамеренно истеплены в концлагерях. По всей стране много лет ведется поиск неизвестных солдатских захоронений. В настоящее время тысячи убитых и пропавших без вести перезахоронены, восстановлены многие имена. Спустя 79 лет на свою малую родину из Новгородской области доставлены останки командира эскадрильи 41-го истребительного авиационного полка старшего лейтенанта Евгения Григорьевича Кузьменко. Мы все знаем, что ценой своих жизней они приближали победу. Победу, которая подарила нам с вами само право на существование. Все они наши герои. Одним из таких героев был Евгений Григорьевич Кузьменко. Его полет прервался в начале войны. Он погиб совсем молодым. Долгие годы о нем не было известно ничего. Но сегодня его имя будет вписано в историю родного города. Отдавая дань памяти Евгению Кузьменко, мы преклоняемся перед всеми людьми, которые встали и преградили путь нацизму. В настоящее время в ходе специальной военной операции молодые ребята, как и их прадеды во время Великой Отечественной войны, проявляют героизм и самопожертвование. Орденом мужества посмертно награждены азовчане рядовой Сергей Лемещук и Владимир Гориславцев. Председателем ветеранов труда и войны за эту поддержку своим родственникам, своим соседям по дому, нашему правительству за высокую награду. За высокую награду моему сыну. Спасибо всем. Память о погибших воинах почтили минутой молчания и возложили цветы и венки к мемориалу, павшим за родину. Останки командира эскадрильи 41-го истребительного авиационного полка Евгения Кузьменко захоронили на ветеранском кладбище Азова. За минувшие выходные на территории Азова произошло несколько порывов водопроводных вводов. И только сегодня коммунальные службы приступили к их устранению. С чем это связано и кто возместит убытки, прокомментировал начальник производственно-диспетчерской службы Азов-Водоканал Андрей Страхов. Значит, в связи с установившейся погодой аномальной и отсутствием остатков, в настоящее время наметился повышенный расход воды питьевой как потребителями города Азова, так и потребителями Азовского района. В связи с тем, мы вынуждены увеличивать параметры подавления и подъема подачи воды, что приводит к увеличению незначительного аварийства. В настоящее время все порывы и усечки устраняются в порядке приоритетности с учетом имеющихся возможностей и предприятия по анализу персонала и спустя. В принципе, мы стараемся стабилизировать ситуацию. В ближайшие дни ситуация будет стабилизирована. Стараемся, чтобы у всех людей была вода и просьба отнестись с пониманием к нашим работам выполняемых. Но все, кто употребляет воду, они оплачивают по своим расходомерам. Это убытки предприятия. 7 мая 2024 года в торжественной обстановке состоялось открытие сквера летчикам. Проект был реализован по программе формирования комфортной городской среды. Сквер пользуется большой популярностью у горожан, но его нынешнее состояние производит удручающее впечатление. К сожалению, на сегодняшний день сквер находится в ужасном состоянии. Складывается такое впечатление, что его открыли и тут же забыли. Кругом заросли некошной амброзии, высаженные растения не поливаются, мусорные баки переполнены отходами. Как стало известно нашим корреспондентам, сейчас только решается вопрос о постановке этого объекта на баланс города. А следовательно, следить за порядком некому. Напомним, что во время благоустройства был обновлен памятник, появились информационные стенды, посвященные подвигу героев-летчиков, уложены тротуарные дорожки, высажены кустарники. Сквер уже успел полюбиться азовчанам, тут всегда много отдыхающих, в том числе и детей. Поэтому жителям города хотелось бы видеть его в опрятном состоянии, где можно было бы приятно отдохнуть. В минувшую пятницу в Азове на стадионе имени Лакомова состоялось торжественное открытие муниципального этапа физкультурно-спортивного фестиваля «Всей семьей на спорт». Подробности в сюжете. В рамках празднования года семьи 21 июня состоялось торжественное открытие нового спортивного фестиваля «Всей семьей на спорт». В нашем городе самые сильные и целеустремленные семьи. И вы обязательно на самом высоком уровне представите Азов на областных соревнованиях. А сегодняшние эстафеты желаю всем получить заряд бодрости, участникам показать свои лучшие качества, силы, выносливости, уверенности в себе, скорости, а зрителям получить от этого истинное удовольствие. В спортивном празднике приняли участие 15 команд. Одни решили попробовать свои силы впервые, другие уже имеют достижения и опыт в спортивных состязаниях. Семья Исаевых является победителем муниципального этапа «Спартакеада Дона-2024». Мы очень благодарны тому, что дали нам такой толчок, потому что это замечательный способ объединить всю семью и провести время всей семьей вместе с пользой. Потому что не всегда находится время на ребенка, иногда хочется просто отдохнуть. Да и дети сейчас такие малоактивные, малоподвижные. Мы, когда готовились к соревнованиям, целый месяц ходили на стадион. Впервые попробовали поиграть в настольный теннис, бегали в эстафету. Мы получили удовольствие еще от подготовки, а уж когда кубок получили, мы были в восторге. Команды участников ждали эстафеты, соревнования на скорость и ловкость. Победители представят наш город на областном этапе, который состоится в августе. Участников и гостей спортивного праздника угощали мороженым и сладкой ватой. А ростовые куклы и творческие коллективы города дарили положительные эмоции. Эта песня откроется из сердца и унесется в небеса навсегда. Екатерина Четверикова, Мария Урамова, Владимир Чекунов, Азов.Инфо На сегодня это все. Впереди прогноз погоды. А я прощаюсь с вами и желаю хорошего завершения рабочего дня вместе с Пятым каналом. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова